Здравствуйте всем моим подписчикам, гостям моего канала, тем, кто интересуется войлоком и хотели бы узнать о нем как можно больше. Я решила сделать сегодня такое видео, оно будет особенно интересно тем, кто хотел бы узнать о войлоке больше или боится делать какие-то вещи из войлока, не знает к чему приведет, потому что много идет споров о том, что эти вещи недолговечны, о том, что они непрочные, о том, что с ними много мороки по уходу, по обработке. В общем, в основном очень много негативных отзывов и люди боятся носить войлок. Я сегодня хочу показать жилет, который я валяла, валяла по-сухому на иглопробивной машинке 6 лет назад. Этот жилет вот он носился, везде, где только можно, в него была вшита молния, сейчас я ее выбрала по одной простой причине, а я скажу о которой попозже немножко. Войлок валялся на иглопробивной машине, основа там была флис. Я сейчас вот так просто покажу, а потом я покажу на столе все фрагменты, все как это делалось, чтобы было понятно, как это вообще смотрится, что можно сделать, какие последствия, какие минусы, какие плюсы в носке вот таких вот вещей. За 6 лет жилет этот не рассыпался, он прекрасно себя показал в носке, очень теплый, потому что у него как бы одна основа, и так она сама по себе теплая, это флис. Который я брала сначала, я очень мало знала о том, что как, на что можно приваливать по сухому валянию. Здесь просто был у меня эксперимент. Сейчас я, конечно, уже отдаю предпочтение только трикотажную хорошим рыхлым тканям. И тот, кто начинает сейчас, можете пробовать валять по сухому на иглопробивной машинке на каких-то вот бэушных вещах трикотажных, которые не жалко распороть. Какие плюсы сухого валяния на иглопробивной машине? Особенно для тех, кто умеет шить. Вы можете выкроить детали из трикотажа или из какой-то рыхлой ткани, и на эту ткань уже наносить рисунок на иглопробивной машине. Потом вы можете все эти детали соединить между собой, обработать. Я думаю, тут канонов нет. Как угодно. Кто как привык обрабатывать. В принципе, это получается та же ткань, из которой вы просто собираете готовую вещь уже. Этот жилетик, он у меня свален на несколькие детали. Тут плохо уже видно, потому что он хорошо поносился. Здесь есть подкрайные детальки. Это рельефы. Я делала специально так, чтобы посмотреть, насколько будет удобно и интересно сочетать именно подкрайные детали. Потому что в основном валяют, конечно, цельноваленные изделия. И мало кто валяет подкрайные детали, которые можно потом вставить. Есть комбинированное валяние, где есть подрезной рукавчик, который вы валяете вместе. В то же время в пройме, вот в этом месте. Не соединяется, а соединяется в процессе валяния. Можно валять рукава отдельно, потом просто пришить. Я не вижу здесь никаких минусов. Это кому как удобно, кто как привык. Но мне больше нравится, конечно, подкрайной рукав. Потому что он гораздо удобнее в носке, чем цельноваленный. Я даже не знаю, сколько я ношу. По крайней мере, мне неудобно. Вот эти цельноваленные рукава тянет в пройме и тащится вверх, если ты поднял руку. Ну, тянется за тобой всё изделие. Ну, здесь просто жилет, который я потом сваляла, соединила детали. Я сшила их. Что-то мне не понравилось, допустим, в соединении. Я опять поместила под машинку. Я на него пробивнула. Добавила немного тут вот шерсти, узор. Вот как мне хотелось, чтобы это сочеталось. Я прибивала поверху уже соединённых деталей. И они как бы у меня тут немножечко расплылись. Не видно и непонятно, что это за соединение. А это, в принципе, сшито на машинке. Сшито на машинке, а потом ещё немножечко прибивалось на иглопробивной машине. Какие минусы? Минусы, прежде всего, в образовании катышек. Потому что войлок, сваленный по сухому, он гораздо слабее. Это надо учитывать. Он слабее, и катышки образуются регулярно и чаще, чем если бы вы сваляли войлок по мокрому. Потому что он более жёсткий. Это более мягкий войлок получается. Хотя тут тоже всё зависит от толщины. Можно сделать просто толстый, притолстый войлок. Иглопробивной. Но это уже риск для самого изделия и для машинки. Потому что иглы ломаются очень часто. Для меня это вообще проблема. Иглы, тем более, купить их не так просто. Надо заказывать, где-то их искать. В общем-то, иглы надо беречь. Значит, это катышки. Это катышки. И их образуется не так, чтобы много приноски. Но они есть. Их приходится периодически снимать. Что я делаю ещё? Вытягивать нельзя. Это однозначно. Потому что вы можете вытянуть за собой очень много шерсти. Следом вылазить, если я потяну за катышек. Поэтому только ножницы. Я обрезаю ножницами. Или ещё вариант. Значит, можно просто подвалять по-мокрому. Положить на стол, на клеёночку. И подвалять по-мокрому. Потом это всё дело споласкивается. И приобретает, в общем-то, прежний вид. Но это, что касается всех шерстяных изделий. Не только валеных. Потому что, если вы носите свитера, джемпера, кофточки какие-то из мельносовой шерсти, катышки образуются и на чисто трикотажных вещах. Это такие вот вещи, от которых никуда не денешься. Я не знаю просто ни одной трикотажной вещи из шерсти, из чистой стопроцентной шерсти. А это стопроцентная шерсть, которая не образует катышек. Ну вот, пожалуй, наверное, и все минусы. Все минусы, которые при сухом валянии наблюдаются. Делала я с ним разные эксперименты. То есть, после определенного периода носки, я постирала элементарно на стиральной машинке. Этот жилет стирал несколько раз в стиральной машинке. Я вообще-то по этому поводу молнию и выборала. Потому что я думала, что жилет сядет и потащит за собой молнию. И, как оказалось, совершенно напрасно я это сделала. Жилет стирался на 30 градусах с аджином. И он совершенно не сел. Видимо, вот эта основа, на которую прибита шерсть, она не дала возможности шерсти сделать такую садку, если бы это было свалено по мокрому валянию. То есть, если бы валяли просто или с добавлением ткани какой-то, но с мокрым способом. Вот это один из плюсов валяния шерсти по сухому. То есть, на иглопробимой машине изделие не садится. При условии, что если вы внутрь поместите материал, не натуральный, допустим, не шерсть, а флис какой-то, какой-то искусственный, рыхлый, то изделие не будет садиться. Или будет полушерсть, трикотаж какой-то вы будете использовать. Или будет вообще акрил, на который вы набьёте. Изделие не сядет совершенно. То есть, какое оно было, вы будете стирать, не обязательно. Вы можете добавить шерсти, просто поверху наложить шерсть и прибить иголочками, что-то изменить, что-то добавить, что-то закрыть, если вам не понравилось. Или какие-то огрехи, или какие-то неприглядные вещи бывают. И прекрасно декорируется, меняется рисунок, что угодно. Ну, естественно, до определённой грани, когда очень толстый войлок, конечно, это нежелательно уже допускать. Всё-таки на иглопробивной есть ограничения по количеству прибиваемой шерсти по толщине. Но это же не валенок, это не тапочки, это одежда. Вот. И тем более делать очень плотный войлок. Ну, я не знаю, мне не нравится слишком толстый. Единственное, что может быть, ну, пальто. Пальто там более плотный войлок. Используется или куртки. У меня, кстати, я попозже хочу делать обзоры по всем вещам, которые я носила много лет. Ну, это много лет. Сколько это? Лет пять, это шесть. И вещи, которые претерпели какое-то изменение. Или что-то там опять. Мне не подать сильно войлок, только сваленный сухим способом. Это будет и мокрое валяние. То есть я хочу вот просто показать, что бывает с войлоком после нескольких лет носки. Почему? Ну, рассеет миф о том, что войлок, ну, это так, разовое изделие. Если это сделано на совесть, это носится годами. Пока не надоест. Вот, в принципе, я его уже до того наносила, что, не знаю, я его ношу дома. Я уже его разжаловала и перевела, так сказать, на домашний вид. Хотя, в принципе, вот я выхожу гулять с собачкой во дворе и как бы обращаю на себя внимание, потому что вещь очень любопытная, интересная. Я его сейчас покручу. Позже я вставлю там фотографии в конце видео, небольшие вначале. Здесь у меня тоже идет рельеф. Вот, рельеф такой вот полукруглой, кокетка, которая вот удлиненная, кокетка. Вот, не знаю, почему-то мне вот такая выкройка понравилась. И здесь вален у меня узор из ткани. Я использовала ткань Жоржет. И добавляла уже узоры из шерсти. Украшала шерстью. Вот, я сейчас вот сниму с манекена и покажу поближе. Что это тут у меня за валеные кусочки. Вот, что значит, вот какое резюме можно вынести. Вещи из войлока, на мой взгляд, они очень оригинальные. Они необычные, они теплые. Они ноские. Опять-таки, при условии, что сделано все на совесть. Вот, и не знаю, но мне очень нравится, потому что это настолько самобытно, оригинально. Я с удовольствием ношу вот эти вещи. Потому что вот можно одеть маечку, надеть сверху жилет, и будет комфортно и тепло. Даже вот сейчас у нас температура около 15 градусов. Абсолютно комфортно. Потому что очень теплые. Очень легкая. Невесомая практически вещь для шерсти. Если взять трикотажную какую-то вещь, связанную, она будет гораздо тяжелее, конечно. Это будет намного легче. В разы. Просто в разы. Потому что на хороший жилет все равно у вас уйдет грамм 300-350 шерсти. На теплый, я имею в виду теплый, не тонкий, теплый, плотный жилет у вас уйдет не менее 300 граммов. При длине нити надо смотреть, конечно, какая длина нити. Потому что можно вязать в две нити, чтобы получилось более плотно. И теплая вещь. А здесь, вот на этот жилет, ушло где-то порядка 150 грамм. Шерсти всего 150 грамм. И то это, я с запасом говорю, флис. Но он тоже легчайший. Поэтому 250 граммов. Вот это вот все весит. И он довольно объемный и теплый такой. Потому что на такую же вещь и вязаную, это гораздо больше уйдет от шерсти. Так, сейчас я его сниму. Мы рассмотрим поближе все узоры. Как это можно все прибивать. Что это получится. Да, обвязан он у меня просто трикотажной. Вот такой бейкой. Простая резинка. Лицевая, изнаночная. Связала самую обычную резинку, которую я потом тоже прибила на иглопробивной машине. Я ее не пришивала. Поэтому у меня не видно, как оно сделано, что оно сделано. Как будто оно растет из самого изделия. И по низу обработка точно такая же. Только чуть длиннее изделие. Вот здесь вот не видно небольшие катышки. Я специально не стала убирать, чтобы можно было рассмотреть как следует. Специально показываю сначала изнанку. Чтобы вы увидели, что все изделие состоит из отдельных частей. То есть это прибивалось по деталям на ткани. Здесь видно вот эти вот махрушечки. Это не шерсть, это ткань, которая накладывалась с лица. Определенный узор там был. И она не везде присутствует. Так, частями кое-где, где мне казалось, что она нужна. И поверху уже на нее прибивалась шерсть. А с изнанки, вот она вот тоже проникает на изнанку. И образует вот такие вот как бы махровое полотно. С изнанки. Значит, вот это вот у меня такая кокетка со спинки удлиненная. Здесь вот видно, что я ее пришивала. А вот здесь я подбивала шерсть с лица. И ее практически уже не видно. Вот эту рельефную линию. Так, бока. То есть перед полочкой все как положено. Вот здесь не прибивалась, просто сшивалась. Вот такой вид с изнанки прибитого изделия. Это вот передняя полочка. Рельеф тоже. Так, вот здесь рельеф его хорошо. Видно, что он пришит. А здесь вот он уже прибивался. Опять я добавляла шерсть с лица и прибивалась у меня немножечко. Так, вот это вот прибитая резинка. С лица. А это вот такой вид с изнанки. Когда прибивается с лица резиночка, она проникает точно так же шерсть вязаного изделия наизнанку. И получается вот такой вид. Как будто вот оно еще какой-то шерстью прибито. Так, и теперь вот хочу показать... Так, вот у меня тут нитки с машинки. Хочу показать, что мне нравится в работе на иглопробивной машине. Можно создавать совершенно удивительные переходы. Мокрое валяние, безусловно, мне тоже нравится. Но там немножко другие вот получаются сочетания, переходы, комбинации. Они тоже оригинальны, по-своему хороши. Но никогда не добиться вот таких вот нежных-нежных переходов. Совершенно пастельные какие-то вот тона получаются. Здесь на полочке привалена только шерсть. Никаких ни волокон не использовала, ничего. Здесь нет ни ткани, ничего. Просто одна шерсть. Вот в сочетании. Я здесь просто сочетаю. И вторая полочка. Сделана практически симметрично. Шерсть накладывалась. То есть я сначала раскладываю все полочки. Примерно прикидываю, сколько шерсти у меня уйдет на создание рисунка. Он не повторяется, вот точь-в-точь он не повторяется. Но где-то вот придерживается примерно вот этого узора. Так, не показала я еще пройму. Пройма точно так же обработана, как и полочки. Вывязана просто трикотажная вот эта планочка и пришита, прибита. Сначала пришита ножеволина, а потом прибита. С лица. С лица прибивается, потому что еще и видно, как прибивается. И изнанка вот такая получается. Совершенно не видно, как пришита. Точно так же и горловина обработана. Абсолютно точно так же. Ну и спинка. Сейчас посмотрим, что у нас на спинке. Спинка у меня немножечко сделана по-другому. То есть я тут порезвилась на кокетке вот этой. Здесь у меня ввалена ткань. Помимо того, что здесь шерсть еще. Здесь вот есть кусок ткани. Приличный кусок ткани. Вот там цветной узор. Цветы набивные такой вот узорчик. Желто-черно-коричневый. И потом уже поверху я уже дорисовывала шерстью. Можно добавлять сколько угодно тканей, которые хорошо будут прибиваться на иглопробивную. Это должны быть такие тоненькие, легонькие ткани для создания фактуры. Позже я буду делать что-то в пивной машине. Вот такая вот фактура. Мне очень нравится такая фактура. Нежные переходы. Причем я могу в любой момент изменить и что-то добавить. Убрать это вряд ли. Добавить я могу. Почему не могу? Потому что если я уже прибила, я уже убрать не могу. Единственное, наверное, это тоже из минусов. Хотя в мокром валянии тоже трудно, допустим, изменить что-то. Мне кажется, в сухом больше можно исправить что-то, добавить. Если вы валяете по мокрому, это уже сделает сложнее какие-то изменения, исправления. Ну вот, на сегодня, наверное, я заканчиваю этот обзор. То, что я хотела показать, я показала. И в конце я просто еще вот фотографии этого жилета выложу, чтобы можно было еще рассмотреть, как он свален. Так что валяйте по-сухому. У кого есть иглопробивные машинки стоят пыляться, вы не знаете, что с ними делать. Валяйте, не бойтесь. Это можно всегда исправить, что-то добавить, что-то изменить. Ну, минимум, вот 6 лет прошло, я его ношу. Ну, не знаю, сколько я его буду еще носить. Я говорю, что я его уже разжаловала. Ношу так в основном дома. И на улицу с собакой гулять. Потому что, не потому что он совсем плохо выглядит, а потому что просто уже как бы, ну, я его наносилась. Приелся он мне. Надо что-то делать уже новое. Ну, все. На этом буду видео заканчивать. Немного познакомила вас с работой на иглопробивной машине. С результатами работы, скажем так. Вот буду заканчивать видео. И так достаточно длинно получилось. Всем пока-пока. Доброго дня. Доброго дня.